Музыка Приглашаю всех на свою персональную выставку в школу акварели Сергея Андреяки, которая пройдет до 2 июня. Приходите! Музыка Адрес Гороховский переулок, дом 17. Метро Курская. Музыка 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 то у меня возникли такие трудности. У каждого исторического живописца возникает момент бюджета. Как создавать картину? Потому что исторические картины требуют определенных вложений, затрат на костюмы. Исторические костюмы на стать или изготовить стоят дорого. И здесь мне удалось такими малыми средствами написать большую, в общем-то, полноценную работу. И она, в общем-то, держится на типажах, на образах. Не удалось найти таких интересных натурщиков. И сама тема, когда Христос говорит, один из вас предаст меня, и апостолы начинают спрашивать, не я ли, Господи? И вот этот момент мне подсказал мой преподаватель Шаньков, что именно этот момент нужно изобразить, когда есть движение. И композиция отсюда получилась из этого вот. Не я ли, Господи? Они все по очереди спрашивают. И вот это движение получилось такое по кругу. Сразу от этого решение нашлось композиционное. Потом были другие моменты создания колорита. Вот это освещение свечей. Его нужно было как-то через краски очень убедительно сделать. Я делал разные тюды, подсвечивал натурщиков. И потом в какой-то момент вдруг понял, что к этой теме нужно с другими красками подходить. И я выбрал палитру, настроил палитру. То есть я убрал вообще белила. И здесь в этой картине нет белил. Вместо белил здесь срансанок желтый. А выглядит все естественно. И тогда вот на дипломной работе, ну, конечно, я придумал. Но я тогда понял впервые, что палитра, она важна для создания колорита. И тогда этот вопрос у меня первый раз встал. И он здесь нашел свое воплощение. Но об этом можно будет подробнее потом поговорить. «Цветущая верба» — это картина, которая, мне кажется, хорошо входит в канву. В начало моей выставки «Тайны вечеря» и рядом эта работа. Вообще русская природа, кто-то сказал из святых отцов, что это скрытая Евангелие. И почему? Потому что русская природа, она и трагична в каком-то смысле, и прекрасна. И вот это сочетание такое не есть. Когда зимой кажется, что все, природа умерла. И вдруг наступает весна, и эти деревья, эти скелеты безжизненные, вдруг оживают. Выползает растительность. И вот этот момент, он такой прекрасный и удивительный. Здесь вот я изобразил как раз вербу цветущую. И она тоже связана с кругом христианской жизни, когда Великий пост. И перед Пасхой за неделю вот эти вербы расцветают, люди с вербочками идут в храм. Когда я езжу в деревню, я всегда с тобой беру томик Есенина. И очень интересно вечерами, особенно зимними и холодными вечерами, лежать и читать стихи Есенина. И они так погружают образно, погружают в этот мир деревни, в мир России. И я считаю, что Есенин один из таких талантливых, очень сильных художников. И его судьба трагическая, она, наверное, не случайна, потому что он, как я думаю, все-таки оторвался от своих корней, уехал. И пытался вот жить такой светской петербургской жизнью. И она, наверное, его изгубила. Он был талантлив, увлекался. И, в общем, этот трагический конец, он как-то показательный. Есенин, он как символ, может быть, даже России в каком-то смысле. Потому что Россия, русская земля, русская деревня, он родила его. И он всю жизнь писал, воспевал избы, так сказать, деревню. И вся его поэзия построена на деревне. И, в общем-то, без этой деревни не было бы его. Я так, как-то мне захотелось его написать, как часть именно русского народа, русской деревни. В рубахе, в которой он хотел, чтобы его положили в могилу. Такую крестьянку я встретил в деревне, живую. Зовут ее Ирина, фамилия девичья Ваганна. И живут они в верховье реки Ваги. Я когда увидел ее образ, я бы просто поражен. Не ожидал, что есть еще такие лица. И она мне позировала, рубежно согласилась попозировать. Вот, хочу представить такой портрет русской крестьянки, которая сегодня живет в деревне Рогачих. Эту картину я задумал, в общем-то, увидел случайно, когда гостил у своего друга на даче. Он приехал с букетом колокольчиков с огромным и привез ее своей маленькой дарчурке Лизе. Поставил, вышло солнце такое на столе. Мы готовились пить чай. Девчушка бегала, вот она села, какой-то букет. И вдруг я увидел, что можно такой интересный портрет написать. В контур-ажуре, с обилием красок. Получилась такая картина. Середина лета, наверное, самое одно из интереснейших моментов для художника. Потому что все цветет. Цветет лен, цветет Иван-чай. Потом на севере такие облака, которых, наверное, нет в Подмосковье. И все это в сочетании дает такой образ удивительный. Образ России. И очень интересно видеть вот этот цветущий лен. Все эти краски, они настолько интересны, поражают художника. Эту картину я написал в 13-м году, осенью. Меня позвали помочь убрать картошку моим знакомым старикам. Я приехал, вдруг увидел, немножко опоздал. И вдруг увидел эту мизансцену. Она открылась прямо в полной красе. На фоне осени люди собирают, группа людей собирают, копошатся картошку. Лежат на темной земле, лежат светлые корзины, еловые. Это было удивительно, красиво. И я, конечно, уже не помогал копать, а я наблюдал и уже работал как художник. Меня так захватила эта сцена. Здесь семья, старикам помогают дети, внуки. Так бывает в деревне. Приезжают и всем, всем семьям, всем народом собирают, помогают. За два часа убирают весь урожай. Эту сцену я увидел, прогуливаясь вдоль реки Ваги. Она обмелела. Но в некоторых местах есть глубокие ямы, где народ купается в выходные дни. И вот вечером, когда солнце уже ближе к закату, я вдруг вышел на горку и с горки увидел такую сцену. Люди купаются. Семьями люди отдыхают. И какая-то радость во всем. И даже в красках. Это синее небо, которое упало в реку. Оранжевые фигуры. Зелень такая буйная. И все это отвечает вот этой радости выходного дня. Радости людей, которые вышли после трудовой недели. Как-то было радостно это наблюдать и писать. Вот этот двойной портрет я написал в прошлом году зимой. И получилось так, что я зашел в гости в Дом творчества и увидел вот этих прекрасных девушек, девочек-школьниц. Которые такие лица, наверное, везде есть. Но вот в этой среде, в этой деревенской какой-то фольклорной среде они так вдруг показались мне такими выразительными. Я их попросил позировать. Получился такой двойной портрет. Это субботний день, когда вся деревня начинает с утра топить баню. И вот в марте, когда солнце уже высоко и чаще появляется, можно видеть такие дымы. Очень-очень много дымов, которые переливаются разными красками. И люди смывают с себя грязь, готовятся к вечерней бане, рубят дрова. И такая радость во всем. Там вот субботний день такой, русская деревня. Прогуливаясь с этюдником, вещав какой-то мотив для картины, я вдруг увидел этот маленький домик в два окошка, в котором живет одна старушка. Меня привлекли эти удивительные по красоте дрова, осиновые, березовые, такая мозаика цветовая. У осины красный срез. И у нас не очень красиво, эффектно смотрится. Весна, таяние, снега, выбежала собачка, и как-то было очень радостно. Это чувство весны во всем было, и в свете, и в этих дров. И в надежде этой старушки на то, что гости приехали, она вышла, и как-то вот так родилась картина. Этот дом меня привлек своей необычностью, размерами, и такой яркой краской, которая очень калорийно, живописно вписывалась в общую канулу природы. Я написал этюд, и потом, когда этюд закончен был, я подошел поближе, и на фасаде дома была маленькая табличка, и написано «Дом образцового содержания». Так было так забавно. В Пологодской области есть деревня, в которой живет одна семья. Заброшенные деревни, домов 30 стоит и живет всего одна семья. Вот я писал этюд, и из такой деревни вышла старушка, которая, видно, скучная сидеть, она выходит и смотрит, кто бы приехал. И как-то вот это меня так тронуло, эта старушка, эти золотые избы, которые действительно золотые, когда утреннее солнце их освещает, как в стихах Есенина «Золотые избы России». Я это увидел впервые, вот так. Родилась такая картина. Как-то я писал сирень, так вот вечерело, было красиво, но чего-то не хватало. И вдруг выгляжала девочка, навстречу подошла ко мне, посмотрела мою работу, и потом встала около этого куста, и вот я вдруг увидел картину. Потом придумал собаку, кота, вот такая вечерняя, благостная. Получилось такое состояние. Эту картину я написал после того, как мы ездили на пленеры, воездной пленеры в Москва. Я тогда впервые открыл для себя это место, это место Серпухов, вид с Красной горки. И как-то начал ее лихо. Написал, наверное, за пять дней, раскрыл холст, и потом вдруг понял, что картина у меня не получается. Она у меня два года простояла на полке. И как-то я ее достал в один прекрасный момент и понял, что нужно ударить солнцем по всему. И как-то вот так вот через два года дозрело написал такую картину. Это моя одна из последних работ, написанная этим летом. Подшивал его, она очень понравилась. Не знаю почему. Эту картину я написал на чистых прудах весной. Тоже искал мотив и вдруг увидел эти старые деревья, которые подняли свои ветки к солнцу. И грачи, такой шум, животные радующиеся весне. И когда солнце упало на желтый фасад, получился такой красивый какой-то колорит с небом, радость. И мне показалось, что я думаю, что удачный этот образ весны. Так получилось городское наше весное искусство. Ближе к весне, где-то в конце февраля, в начале марта, много солнца появляется. И вот эти снежные отвалы, которые достигают к этому времени до двух метров, очень живописно выглядят на фоне леса. И я вдруг увидел, что дети, оказывается, ходят пешком за 2-3 километра в школу, из деревень. И вот идут через лес. Я увидел эту маленькую девочку, которая одна идет через лес. Меня это так тронуло. И здесь я использовал характерную деталь. Идет дымок в узбе, значит, ее ждут. Она идет из школы домой. Ну вот я шел по выставке и обратил внимание вот на этот этюдик. Признаюсь, он мне очень понравился. Потому что я тоже мечтаю написать Беларусь. Портрет трактора Беларуси. Потому что для меня Беларусь это такая родная техника. Я когда увижу Беларусь, всегда радуюсь, всегда здороваюсь, здравствуйте говорю трактору. Вот сколько я езжу по России. В каждом селе стоит трактор. Поношенный такой, поблескивающий прикосновениями, где касаются ноги тракториста. Ржавый такой. И Беларусь, каждый трактор имеет свой характер. И вот здесь я увидел, что Павел Петрович тоже заметил. И написал, кормилица стоит, занесенный снегом. Вот смотришь на него и видишь, что хочет сказать здравствуй трактор. Я очень рад этому этюду. И рад, что Павел обратил внимание на эту прелесть, на этот снег, на этот трактор. И трактор вот как живой стоит, одухотворенный. Ну, как лошадь, предположим бы. И вот нету протеста против техники, а хочется вот прижаться к этому трактору, сказать, эх, друг. Ну, спасибо ему за эту хорошую работу. Меня многие спрашивают, как это так пишешь зимой с натурой. Холодно же, все мерзнет, пальцы мерзнут. Я даже задумался и даже написал статью, у меня на сайте есть статья, называется «Зимный пленэр». Кому интересно, можно зайти и почитать. Ну, это, наверное, будет интересно студентам, начинающим. В общем, писать зимой на пленэре, на воздухе очень приятно. Нужно просто правильно одеться, выбрать материал верный, масляные краски. И вообще все здорово получается, но до минус 15. Потом уже краски стынут. Художник еще терпит, а краски уже стынут. Такую вот картину не придумаешь, ее можно только увидеть в натуре. Мужики нарубили дров, сидят, отдыхают. Это заготовка на зиму, без дров в русской деревне не проживешь. Но какая красивая сцена дрова лежат на траве, эти контрасты цвета, мне это очень понравилось. И такая гора дров, она тоже символизирует, наверное, какую-то надежность вот этой древесины. Зимой будет тепло. Эту работу я написал, наверное, под влиянием творчества Михаила Абакумова. Как-то вообще весь русский север мне помог увидеть вот именно Михаила Абакумова. Через его картины я увидел по-настоящему поэзию, красоту русского севера. И в 2010 году вот в деревне Шалота осенью я написал эту картину. Она может быть не в каком-то классическом стиле написана, но в таком эмоциональном, декоративном. Мне кажется, вот таким способом мне удалось передать свои ощущения осенью. ощущения мощи, динамики русского севера через краски, именно через какие-то декоративные такие через преувеличение может быть формы, цвета. Мне кажется, достаточно удачный опыт. Это этюд. Написан с натуры. Я почему о нем стал говорить, потому что такие вещи тоже не придумаешь, это можно только увидеть, живя в деревне, непосредственно соприкасаясь с натурой. Майский дождь. Мой первый учитель Сухининов у нас и стащий говорил, что для пейзажиста, вообще для художника главное, чтобы местность была разнообразна. и вот деревня Шалота, которую я для себя открыл, она очень разнообразная. Там много рождается сюжет, вы видите, такой порт, осенью. Просто гора леса осенью. Моя деревня, в этой деревне я купил себе домик и приезжаю туда работать. Это место я открыл случайно, меня привезли вологодские художники, и я сразу влюбился. Храм вокруг храма множество деревень, все они расположены на таких горошках, холмиках. Горушки называют вологодские жители горошками холмы. Такая красота, разнообразие в этой местности, что за сюжетами не надо далеко ходить, они вокруг тебя. Это очень важно для художника, потому что, скажу по собственному опыту, картину трудно придумать, ее можно увидеть. Такое место, допустим, как деревня, должна быть у каждого художника. Даже в какой-то момент, когда я приехал в деревню, я понял, что у каждого художника должна быть своя преслонеха. как у пластового. Тогда будет много творческих идей. Этот этюд я написал в Вологодской деревне Ошевенск. Там сохранился храм 17 века, деревянный, до сих пор действующий. в Вологодской Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok